знаете еще какая педа у нас пациенты получили доступ в интернет и они начинают всего начитались посмотрели сами себе ставят диагнозы сами себе ставят назначают лечение при этом не имея на руках обследования сами себя они не могут не прослушать не про пальпировать вот этот не прощупать все они диагноз не могут поставить вот взять любую медицинскую книгу тоже гастроэнтерологии и начинает читать самому можно у себя найти все и гастрит с пониженной кислотностью из гастрит с повышенной кислотностью все же оценивается комплексно а тут задали вопрос спросили там тоже не глядя все посоветовали и они уже считают себя умными они сами себе назначают лечение которое будет идти в разрез назначаемым поликлинике или стационаре и тоже будут недовольные как раньше был такой анекдот что вы умрете от ошибки медицинской энциклопедии так сейчас можно сказать что от ошибки в интернете можно информацию искать надо но информацию надо искать умея фильтровать вот согласитесь что любой может написать статью назвать себя профессором выложить в интернете даже свой сайт создать никто ж не будет этого проверять и верьте мне да я напишу что хочу а вы мне поверьте вот поэтому многие вот у нас вот тут тот у нас все начинают глотать активированный уголь массово так большими количествами таблеток то начинают пельки с водорода пить то на керосине то еще что то вот все то есть причем это у нас идет массово началось и все пошло по ветре все лечатся этими способами то вообще начинают пить ядовитые травы то есть нужно уметь фильтровать информацию но если вы не обладаете достаточным уровнем знаний как вы ее будете фильтровать то есть нужно все равно нужно идти к врачу нужно обследоваться нужны анализы как можно вот допустим сказать по каким-то симптомам взять и сказать что вот у меня сахарный диабет и я буду лечиться хорошо даже если у вас сахарный диабет какого он типа до инсулинозависим или не инсулинозависим даже даже если на таблетках как вам можно потому что второй тип диабета как правило инсулино-независимый но встречается там что надо но тем не менее и первоначально нормальные эндокринологи пытаются привести в норму человека путем нормализации его питания но для этого опять же нужны анализы нужно видеть то нужно видеть эту кривую как повышается сахар в крови как реагирует на понижну сразу натощак после еды через два часа это идет вот все обследование человек это не может так просто или так же самое ну замерили не давление артериальное ага повышенное почитали в интернете гипертония а причина гипертонии может это почки это может эндокринная система может это действительно проблемы с позвоночником может еще какая-то проблема которая привела к повышению давления и лечить нужно устранять именно причину они следствие опять же сам по себе это не выявишь или те же суставы болят есть же воспалительного процесса боль а есть дистрофического который уже разрушение идет лечение будет абсолютно разным абсолютно там препараты абсолютно разные разные физио лечение гимнастика идет совсем другая если здесь можно так вот а здесь уже идет так то есть и опять же как человек вот этот поставить сам себе да то есть это опять же нужно обследоваться в общем я против самолечения да то есть да 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 да